Действительно, главным политическим событием России всю эту неделю по-прежнему были и остаются выборы на Украине. За предвыборной кампанией в соседней стране россияне следят с неподдельным интересом. Во многом потому, что у нас такой жаркой гонки не было давно. За реальти-шоу под названием «Выборы на Украине» следит и моя коллега Екатерина Лукашенко. Господин Порошенко, послушайте меня. Господин, господин Зеленский. Перепалку по телефону господа Порошенко и Зеленский устроили в прямом эфире местного телеканала. Поругались из-за дебатов. Действующий президент предложил президенту потенциальным провести дебаты раньше. Разговор кандидатов шел на повышенных тонах и закончился короткими гудками. Зеленский бросил трубку. В студию Зеленский так и не приехал, как не приехал и сегодня на стадион, где его ждал Порошенко. Теперь же все ждут, состоится ли все-таки встреча 19 апреля. По крайней мере, кандидаты на пост президента к ней, кажется, готовились. Даже сдавали анализы под прицелами телекамер. И каждый день свежие новости из Украины. И они быстро попадают в топ самых читаемых. То Зеленский ожидает провокации, то на Порошенко подали в суд. Конечно, все это похоже на шоу. Но как же за ним интересно наблюдать? В ход идут уже и черные технологии, как их называют политологи. Вот Зеленского сбивает грузовик. А потом на него же падает мешок с белым порошком. Это недвусмысленный намек на вредные наклонности возможного президента. А за несколько месяцев до этого Зеленский устроил похороны Порошенко. Шутку. Мы даже не смогли сжечь его тело в крематории. Ведь цена на газ, о которой именно он договорился, мягко говоря, умереть не встать. Но ничего. Благодаря именно этой цене ему и так гореть в аду. В этой гонке Зеленский активно использует свое главное преимущество – юмор. Наверное, впервые на постсоветском пространстве предубранные обещания звучат в комедийной форме. И, судя по рейтингам, это работает. Вы будете бороться с коррупцией так же, как и Ли Куан Ю? И посадите трех своих друзей? Если придется, то да. Уважаю. Сильное решение. Спасибо, уважаю. Я обязательно за вас проголосую. Обязательно. Обязательно. Что ты делаешь? Удаляю тебя из друзей. Порошенко же действует как тяжеловес. Применяет давно привычные для всех и даже избитые технологии. Вот Порошенко и Путин агрессивно смотрят друг на друга. Видимо, так в штабе действующего президента хотели подчеркнуть – Украина на поводу России не пойдет. Но не учли – от противостояния уже все устали. Рейтинги Порошенко продолжили падение. Плакаты убрали. Порошенко отвратителен уже всем. Путин просто не берет трубку, когда тот звонит. В Европе с ним общается все реже и через силу. Американцы с отвращением. А между собой называют его порки. Интерес российского зрителя к украинским выборам подогревают федеральные телеканалы. В своей манере. Ни один новостной выпуск без Порошенко и Зеленского не обходится. И, очевидно, там со своим кандидатом уже определились. Программа «60 минут» о самом главном – Зеленский президент. Как за реалити-шоу за выборами следит красноярский студент Игорь. Из Украины к нам он переехал пять лет назад. Говорит, как человек, который успел пожить в двух странах, научился уже взвешенно подходить к любой информации. Его интерес к этим выборам понятен. Удивляет то, как внимательно за этими событиями наблюдают те, кто и на Украине ни разу не был. Игорь сам же и объясняет. Привлекает необычность и новизна. Потому что это новый кандидат, это принципиально новое вообще все, что не так, как раньше. Что человек, который абсолютно недалек от политики, от бизнеса, от всего целого. Ну и что он действительно выигрывает, начинает. То есть, как правило, у нас как происходит везде, что есть кандидат, он вот либо президент, либо это. Все его знают и как бы он почему-то всегда выигрывает. А здесь человек, который пришел, сказал, о, давайте я тоже буду. И он берет и собирает 30% голосов. Молодой кандидат, публичная яркая политика, дискуссии, возможные дебаты. Все это, конечно, интересно и давно забыто. Люди устали от одной и той же жвачки, которая последние десятилетия называлась политикой. Поэтому новое лицо, пусть и в соседней стране, воспринимается позитивно. Но не стоит делать поспешных выводов, отмечают политологи. Например, на последних выборах США все дружно импонировали Трампу. Чем это закончилось, все хорошо знают. Сейчас кажется, что, очевидно, на фоне чудовищного и ужасного Порошенко, который был президентом Украины последние годы, с которым отношения, мягко говоря, не сложились по естественным вполне причинам и не могли сложиться. Вот сейчас надо поддерживать Зеленского. Он практически русскоязычный. Он за переговоры с Россией и так далее. И отрабатывается вот эта вот краткосрочная повестка. При том, что понятно, что придя к власти, Зеленский будет придерживаться в первую очередь, скажем так, проукраинских интересов, а отнюдь не про российских. И сложное отношение и конфликтные отношения продолжатся. До логичного завершения этого шоу остается чуть больше недели. Уже в следующее воскресенье на Украине состоится второй тур президентских выборов. Он и покажет, кто станет главой государства.